Друзья, продолжаю знакомить вас с винными терминами. Сегодня поговорим про окисление, что это за процесс, когда происходит и как влияет на вино. Меня зовут Алексей Капуста, я создатель винной школы онлайн ВитисПро. А это наша новая рубрика «Винные термины простыми словами». Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, потому что мы говорим о вине. Человеческим языком и делаем это увлекательно. Итак, окисление. Это химическая реакция, которая происходит при контакте вина и воздуха. Вещества, содержащиеся в нем, то есть в вине, а не в воздухе, начинают активно взаимодействовать с кислородом и выделять побочные продукты. Это меняет химический состав и структуру вина и заметно влияет на вкус. Пока вино запечатано в бутылке, доступ воздуха к нему перекрыт. Но как только вы его открыли, начинаются активные окислительные процессы. Поначалу это лишь на пользу, помогает раскрыть тонкие нотки, облагородить, обогатить его букет. Именно для этого многие сомеле декантируют вино. Однако, чем дальше идет окисление, тем хуже становится вино. В нем появляются резкие уксусные запахи и неприятный привкус прокисшего компота. Такое обычно происходит с вином, которое долго постояло открытым. Нужно сказать, что белые вина больше подвержены окислению, чем красные. И белые очень явно меняют свой цвет при окислении. Оно становится более темным, уходя в янтарные оттенки. Процесс окисления необратим. Исправить его никакими лайфхаками невозможно. Но при правильном хранении вина, особенно если мы уже говорим про открытое вино, вы можете существенно продолжить жизнь вашей бутылки и не почувствовать влияние этого явления. Об этом я рассказывал в одном из видео, как правильно хранить открытую бутылку вина. Если вы не смотрели, найдите, посмотрите. Не удержусь, чтобы не сделать еще ссылку на одно видео. Тут я рассказываю о дефектах вина в целом. Не потому, что я так люблю нахваливать собственные видео, хотя не без этого, честно. А потому, что я хочу, чтобы у вас получилась какая-то комплексная информационная картина. Друзья, а как вам этот ролик? Открыли для себя что-то новое? Вам приходилось в жизни открывать вино, пробовать и понимать, что это больше уксус, чем вино? Мне кажется, что такое случалось хоть раз в жизни любого любителя вина. Если да, напишите мне в комментариях, как это было. Ну и предлагайте в комментариях, какие еще термины вы бы хотели разобрать. И скачивайте в описании подарок с винным словарем. Ну а если это видео вам понравилось, и вдруг захотите рассказать об этом YouTube или мне, то для этого существует кнопка лайк, на которую вам следует кликнуть. А чтобы не пропускать ни одного еще более интересного видео на этом канале, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, потому что вы знаете, это совсем, ну совсем другой канал про вино. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok